Это самый красивый флерон, который я видел. Миланский собор? Нет, нет, как ты мог подумать? Это во Франции, необыкновенный флерон. На вершине замка, у флагштока. Прекрасно сохранился. Особенно на фоне листопада. Это Грассоньер. Грассоньер. Даже Дессонте восхищался флероном и Грассоньера. Его лучшая работа на могиле Маршана. Вершина его творения. Вершина творений. Я полностью с тобой согласен. Ну, после вас. Нет, нет, только после вас. Вы уверены? Абсолютно. Как вы добры, мистер Мерфи. Ну что вы, мистер Камьер. Нет. Надо было убить ее там, а друг привезти сюда. Ну и заваруха. Это слишком сложно. И потом. Я думал, ты с ней справишься. Мерфи и Камьер химчистка. Мерфи и Камьер. Мерфи и Камьер. ПО ТВ. Мерфи. Мерфи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно узнать, что ты здесь делаешь? Выполняй приказ. Чей приказ? Если позволите. А тебе-то что? Не пей так много, когда играешь в покер, Мерфи. Проклятие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тюмьер! У меня приказ убить ее, Виктор. А у меня приказ спасти. Так не бывает. Нельзя получать противоположные приказы. А почему нет? В теневых правительственных агентствах такого не бывает. Мне не хочется убивать тебя, Виктор. А мне не хочется быть убитым, Камьер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь он нескоро будет играть в покер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, я не пойду туда. Не заставляйте меня. Нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, ладно. Ваша взяла. В агентстве мне обещали, что после отставки я сюда не вернусь. Мой врач говорит, что у меня психологическая реакция на это место. Как это... Ну да, это... Это... Стресс. Ну, и теперь все в порядке. Видите? Мне нравится танцевать салсу. Сядь, Крон. Это уж слишком. Если бы ты знала, что происходит в мире, ты бы тоже слышала голоса. Войлен, с тобой ничего не случится. Я просто хочу, чтобы ты взглянул на фотографии. Войлен, это повторяется. Сколько убитых? Пятеро. И это не конец. Я больше не в игре. Мне нравится танцевать салсу. Я знаю. Крон, пожалуйста, ты только посмотри. О, бинго. Есть. Бинго, 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 бинго. 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 В чем дело? Кто это? Это бинго. Бинго Белаква. Этот человек умеет только одно. За ним стоит Николас Лав. Кто? Николас Лав. Бинго Белаква, его преданный слуга, его Добринский. Лав был моим директором в агентстве. Меня считали его протежеем. Николас Лав. 15 лет службы. Стал директором агентства в 86-м. В отставке? Нет, ушел. Там были внутренние проблемы, но это уже не важно. Он всегда был каким-то странным. Ему нужно было научиться танцевать салсу. Почему он убивает только мужчин-агентов? В этом мы должны разобраться. С чего начнем? Нужно найти Лава. Выясним, где он находится. Крон? Нет. Я ни за что не смогу это узнать. Я могу сойти с ума. Не надо. А я могу добиться пересмотра твоей пенсии. Ладно, хорошо. Подождите, если Лав убивает агентов мужчин, но Мерфи и Камьер тоже могут быть в его списке? Мы не подходим по параметрам. Агентство считает, что их можно легко заменить. Да? Понятно. Да, я поняла. Одну из наших секретных квартир взорвали. Агентов Патрика и Конора больше нет с нами. Крон опаздывает. Он придет. Они же за мной следят. Кто? Шпионы. Где Лав? Я со многими поговорил. Я говорил с мистером и миссис Док. А ты поговори с тем, кто разговаривал с Крокером. Я связался с Астергоном, который связал меня с Сотто, который знает. У этой истории есть конец? Есть, но это длинная история. Ее нужно рассказать. Присмотри за ним. Давай потанцуем. Мы не любим Салсу. Ладно. Присмотрите за этим мачо. С ним могут быть проблемы. А я пока отвлеку его. Не сомневаюсь. Мартин. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Как я люблю салсу! Она со мной! Этот человек чужой! Как ты смеешь называть себя танцором? Бинго! 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 Сейчас посмотрим, что будет. Давай? О боже! Что это такое? Шарады. Два слова. Первый слог. Снег. Дождь. Мокрый снег. Вулканический пепел. Если он знает Гзилав, почему не сказать просто? У него свои причуды. Снег. Второй слог. Вальс. Вальс. Венский вальс. Нет, это что-то американское. 30-40 шагов в минуту. 50-60 шагов в минуту. Венский вальс. Считай. Бал! Снег. Балл. Снежок. Да, это похоже на снежок. Второй слог. Тело. Вода. Это похоже на... Озеро. Снежное озеро. Это город в двухстах милях к северу отсюда. Что? Это очень просто. Лав добрался до источников крона. Нас подставили. И что теперь? Садиться в машину и ехать. Такой способ передвижения не помогает сохранить эпителий, и мне это не очень нравится. История интересует совсем другое, мистер Камьер. На этом мотоцикле ездил сам мистер Гаст во время Второй мировой войны. Мистер Гаст? Это был близкий друг моей бабушки и, возможно, мой настоящий дедушка. Дух скандала всегда витал в доме Мерфи. Ты проверяешь меня. Если бы этот мистер Гаст ездил на этом мотоцикле, он бы взорвался прямо на дороге. Согласен. Этот мотоцикл выловили из этой самой речки вместе с мистером Гастом и украденным шампанским. Он тогда здорово пострадал. А ты восстановил его? Да, я его полностью восстановил в оригинальном виде. Ни на что другое я бы не согласился. Мог бы хотя бы смазать его. Ты мог бы и сам об этом подумать. Мистер Камьер. Вот они, мужчины. Во всей красе. Жаль. Хотя бы вначале могли бы быть привлекательными. Размечталась. Никогда не знаешь, чем это может обернуться. Возьми Мака и Виктора. Твоих коллег. Они такие разные, как день и ночь. Но все равно это типичные мужчины. То есть... Очень примитивны, тупоголовые, импульсивны. Просто дети. Хотя я помню, что ты любишь их обоих. Но я... Местным это понравится. Вы не допьете пиво? Я разобью эту бутылку об твою голову. Не привлекай внимания. Спасибо. Я постою. Какова стратегия нашей атаки? Он считает, что раз уж мы приехали сюда, то Лав сам придет. Не могу не согласиться с этим. И я согласен. Лав. Его разумность под вопросом. Не говоря уже о способности мыслить здравым. Ты думаешь, Лав так опасен? А как еще объяснить то, что с нами происходит? Нужно поставить себя на место Лавы и задать вопрос. Что я хочу? Общение? Или месть? Если узнаешь ответ, то сможешь предсказать, как поступит Лав. Привет, девочки. Я Рэй. Я слышал, вы любите свинину? Простите? У нас здесь самая лучшая свинина в городе. Поспецрецепту. Я слышал, вы приехали издалека. В чем дело? Вам не нравятся деревенские парни? Но почему же очень нравятся? А ты нарастила мясо, дорогуша. Ты назвал меня дорогуша? Я заметил, что вам не хватает мужского общества. Если это, конечно, вас интересует. В данный момент нет. Ты не такая холодная, как твоя подружка, детка. Возможно. Тебе нужно есть побольше мяса, чтобы немного поправиться. Я думаю, не нужно. Не обижайся, Рэй, но нам не хочется танцевать. Мальчики, они говорят, что готовы сплясать. Я возьму большого. А кто из них большой? Хочешь откусить кусочек от меня, дорогуша? Думаешь, они справятся? Бесса. Вот этот большой. Бесс. Вот этот большой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Много шуму, но цель не ясна. Извини. Он заслужил. А что случилось с Мисс Цей? Лафф и Беликва. Если это вас утешит, им нужна была Ли-Энн. Откуда вы знаете? Я знаю, что хочет Лафф. Что дальше? Лафф сам позвонит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это моя протежея. Она погубила мою душу. Как дела? Хорошо, как и должно быть. Да, я вижу. Я не сомневался, что ты не испортишь нашу вечеринку и придешь. Я приду. Только ты скажи мне, зачем убивать наших агентов, если тебе нужна только я. Чтобы подобраться к тебе и забрать у тебя то, что ты забрала у меня. Мою веру в преданность и в долг. Не очень хороший план, Николас. Извини. Еще раз тронешь меня и оторву тебе голову. Мы в пяти километрах от Снежного озера. Шоссе номер три. Лиэнн передает тебе привет. Так это все? Из-за директора? Из-за крона. Наш друг хороший парень. Наш друг хороший парень. Наш друг хороший парень. Об этом знают все. Это его палатка. А это его слабость. Увидимся на Рождество. Люди на месте, сэр. Пленница под присмотром. Она здесь. Я это чувствую. Мне лучше, мне лучше, ты должен охранять нашу пленницу, тупица. Да, сэр. Простите, сэр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что бы ни случилось, он никогда не сделает тебя своей дочерью. Девушки отдыхают. И да, и нет. Привет, Минго. Пока, Беликва. А может, мы... Да, может. Так давайте. Бинго. Бинго. Бетти? Красавица Бетти тоже предала меня. Ты пришла. Когда-то ты уничтожила меня. Ты меня предала. Предала? Николас, тебе лечиться нужно. Нет. Вернись ко мне. Мы не закончили работу. Ты убил несколько наших агентов. Я не хочу ни о чем с тобой договариваться. Спускайся, Николас. Ты ведь знаешь, что я не могу. Ты же не будешь стрелять. Николас. Ты же меня челё. Девушки отдыхают Она шла по пляжу Хороший танк Послушай, дружище, я хочу поблагодарить тебя за эту вечеринку Это очень мило с твоей стороны Эй, герой, как поживаешь? Прости, что гостей маловато Трудно собрать толпу для секретного агента, да? К тому же, как ты сказал, друзей у тебя нет, так что... Зато Добринский пришел Старина Добби, спасибо, что пришел, дружище Сколько ты заплатил ему? Да ладно, это особый случай Брат по оружию женится Как мило, так сколько? Он предложил мне хорошую сделку Это хорошо Вы жених? Да, я Хорошо Я знаю одно местечко, где могут развеселить такого холостяка, как вы Отлично Спасибо, что пришли, рад вас видеть Черт убери, кто это? Я пытался собрать по большей народу, кстати А вот и команда торговых агентов из Йокогамы Максан, поздравляю! Привет, привет Караоке будет позже Смотри-ка, а вот еще двое весельчаков Как хорошо, Мерфи, камьер, наемный убийца Вот сейчас-то начнется веселье Добрый вечер, мистер Рэмзи Мэнсон сказал, вы влипли в поганое дело, как агнц на заклание Вообще-то, я объяснил совсем по-другому Так что это будет за церемония? Мне по душе мистические обряды восточного православия, они напоминают о древней Византии Да, вот это будет вечеринка Вообще-то, мы не собирались венчаться в церкви Решение было поспешное, так что я почту за честь повенчать вас Что? Мистер Мерфи, единственный в своем роде священник, мисс Мерфи, в церкви Всемилостивого Господа в Техасе Это стоило 15 долларов 89 центов, плюс почтовые расходы Но теперь я имею право венчать и хоронить Конечно, в нашем бизнесе чаще приходится хоронить Это очень мило с вашей стороны, ребята, но спасибо Я даже могу договориться насчет чудесной церкви Девчонки это любят Какого черта? Клэр-то понравится Кому бы не понравилось Точно Ребята, оркестр нужен Пускай приходят Идите сюда, спойте Виктор-сан, спойте Ладно, попозже Так значит, ты серьезно настроен? Серьезней не бывает А как же Лиэн? Что я могу сказать? Воспользуюсь случаем Если она позволит Да Похоже, это Клэр особенная Да, мне так кажется То есть, я уверен Тогда я рад за тебя Спасибо, дружище Да нет за что Не дави Хорошо Я пошел Я не думал, что она появится Я не пропустила бы это Ни за что на свете ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Обожаю свадьбы. Особенно, если они не твои. Где она? Не знаю. Слушай, мы не можем их задерживать. Выходи. Без товара. Устройство у меня, я никуда не денусь. Ты могла бы стать одной из нас. Но ты предала нас. Можешь пропустить процедуру запугивания. Взять ее. Как скажешь. ПО ДВЕРЬ Значит, ты использовала мерзкую службу Чарли, чтобы подобраться к Мельнику и Курану? Я знала, что он наш клиент, так что я участвовала в этом маскараде, пока не представился шанс. Ты не сможешь испортить мою игру. Ладно, Эльвира. Только ты и я. Хорошо. Ну и кому ты продаешь его? А? Думаешь, она забыла? Не знаю. Ты должен знать ее лучше. Давайте, побыстрее. Дорогие влюбленные, здесь собрались ваши друзья и родные, а также знакомые, чтобы быть свидетелями таинства, связывающего двоих священными узами. Если есть здесь кто-то, кто знает причину, по которой эти двои не могут обвенчаться, пусть говорит сейчас или навеки сохранит это в тайне. Хорошо. Тогда продолжим. Мак! 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 Что ты делаешь? Мак, остановись! Мак! Стой! Что она делает? Мак! Нет! Убирайся к черту с моего венчания! Это она. У нее детонатор. Это она покупает уран. Он здесь. Мак! Мак! Я активирую его, и через 10 секунд мы поджаримся. Ничего не получится. Я собираюсь уйти отсюда. В отеле полу выпивки, закусок. Начинайте без меня. Хотя, впрочем, кто-то должен расплатиться с официантом. Клэр! Не делай этого. Лови день. Любовь моя. Взять ее. Я обо всем позабочусь. Нет. Она моя. Ладно. Кончайте валять, дурака. Джеки. Джеки. Послушай, мне очень жаль. Твоя нога и вообще... Брось оружие. Вестория. Здрасте. Здесь было все... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ты, типа, какого черта тут происходит? А ты, типа, не могла бы опустить пистолет, пожалуйста? А вы вообще, вы кто? Стойте спокойно, мисс. Пожалуйста. Вот черт вы, кто такие? Это моя вечеринка. Ну, хватит. Обратите на меня внимание. Ты ведь не убьешь приятеля-агента. Второго шанса не будет. Спасибо. Я не особенно беспокоился насчет пушек. Все гораздо сложнее, чем ты думаешь. Но могло быть и хуже. Если ты убьешь его, я убью тебя. Боже. Боже. Что делать-то? Колледж. Неплохой вариант. А пока встань позади этого жуткого типа. Какого из них? Убейте меня. Иначе это никогда не закончится. Что я могу сказать? Разве можно клясться? Ты выступил против меня. Убил моего сына. А теперь позоришь меня, использовав мое имя. Твое имя. Чтобы удивить этих мошенников. И ты просишь о прощении. Из-за тебя в моем сердце не осталось прощения. Там только страдания, в котором виноват ты. И есть только один способ. Унять эту боль. А теперь мы уйдем. А ты можешь выстрелить нам в спину. А теперь мы уйдем. Она была богиня. Больше Она была любовь с первого взгляда Это было больше Я чувствовал себя Чувствовал полным младенцем, какой ты и есть Больше Таким, как ты Как больно, ты попал в точку Чем я веду с тобой взрослые разговоры? Это взрослый разговор? Попытка взрослого разговора Боже Ладно, выкладывайте В Оттаве начинаются ограбления ювелирных магазинов И вдруг прекращаются Один из воров гибнет Возможно, от рук своего подельника Но полиция ничего не находит Через месяц Тоже начинается здесь Но уже с другой командой Странно помешанной на гангстерском шике Я предполагаю, что они связаны И отправляю Мака Вместо возможного ограбления К моему изумлению И восторгу Он находит их И что же делает? Дает ему идти Магазин был полон Они взяли заложника Ты вдруг стал осторожен? Нет, это не осторожность Это любовь Что такое? Заложница? Да Хватит, я сожалею Может, это от неожиданности Они пели Пели Забудьте об этом, мистер Рэмзи У меня для вас новое задание Я должен узнать, что с ней Читайте по губам Нам все равно А где Лиэн? Ты опоздал Еще одно замечание Здесь список замечаний, которые я делала вам всем 47 нарушений правил агентства за квартал В том числе Опоздание Небрежность в наблюдении Неправильная обработка улик Напоминаю Вы лишь Конечные пользователи ресурсов агентства Они самостоятельные вояки Эту неделю вы будете вновь знакомиться с теми, кто стоит за кулисами Режиссер Джон Пейс С теми, кто готовит для вас материалы дел Нудная работа Нет Не будем называть это нудной работой Назовем это неделей знакомства с агентством Пункт первый Вскрытие Это вскрытие напоминает мне Кевинди, штат Вермонт 1868 год Строительство железной дороги Ратланда и Берлинга Финниаса Гейджа Здорового 20-летнего юношу и Происшествие Взрыв Да Финниас стал жертвой повреждения черепа в результате преждевременного взрыва От которого кусок металла длиною в 3 фута 7 дюймов 93 сантиметра лом Если настаиваете Пронзил левую сторону лица Финниаса И цитирую его врача Мы уже подошли к существу Но оно от вас ускользнуло Судя по всему покойный похититель драгоценности, лежащий перед нами, погиб подобно Гейджу Крупный острый предмет пробил его ригель Это грабитель из Атавы Он погиб месяц назад Да, и большую часть времени лежал в земле О боже Причина смерти известна, но для уточнения деталей нужен дальнейший осмотр Кстати, а что стало с мистером Гейджем дальше? Ничего ужасного, конечно Было сильное кровотечение, и его личность изменилась Из милого юноши он стал жестоким чудовищем Мало вещей более поразительных, чем мозговая травма Это удивительно Приз агентству за лучшие зарубежные гастроли присуждается Агенту Фройлен Бурстон Спасибо Высмысленная церемония Какая разница, кто победит? Тебя выдвинули в номинации «Новобранец года» О чем ты говоришь? А мне здесь очень нравится Я даже речь написала На случай, если выиграю Как мило Между вами определенно есть дух соперничества Снова эти пересуды За 8-м столиком вспыхнула ревность Почему нельзя расслабиться и хорошо провести вечер? Виктор, я хочу придумать для тебя особый бонус С тобой я выгляжу превосходно А теперь победителя в номинации «Новобранец года» Представят десятикратные призеры в области лучшего убийства Наши добрые друзья Мерфи и Камьер Для меня высшая честь Вручить награду за выдающиеся достижения Нашим новичкам Кандидаты отобраны из весьма впечатляющего списка Наши номинанты Эмбер Амидовски Джеки Джензик Сейчас тебя назовут А мне все равно И Ли Эн Цей Отлично Приз «Новобранец года» присуждается Я настаиваю, тогда я помедлю с ответом Мисс Джеки Джензик Боже мой Все это так неожиданно Хочу поблагодарить всех, кто мне помогал Спасибо вам Ну, пальцем не стану показывать Ну и что, так ничего и не скажешь? Ты правда приготовила речь? Приятно найти свое место среди равных Да, если это тебе так важно А разве ты не хотела бы победить? Это шутка Просто кусок стекла Так не странно? А мне это не кажется шуткой Пожалуйста Можешь подержать Не стоит, спасибо Да ладно Это уже не по правилам Вполне в твоем духе Сдаешься? Как бы не так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Не делайте этого Был уговор, что мы пустим их в расход Уговор не действителен Нам сучили заказ путем мошенничества По своей воле мы бы не пришли Мы киллеры, а не ваши дерзкие агенты Мои агенты в наручниках А нам-то какое дело? Мы подадим жалобу через профсоюз И что вы станете делать с вашей победой? Отомстите мне Куда лучше Я передам вас в руки реальной судебной системы Не думаю, что вам удастся выйти сухим из воды Послушайте, бурый молотильщик Гораздо лучше Сорокопут Северный сорокопут Ланус Экскубитур Бориалис Дума, это большеголовый сорокопут Ланус Людовик Яс Его песня не так смела, как у северного Уидл, уидл Бывает еще дополнение Трапси, трапси Конечно, не всегда В зависимости от настроения Ноты была резкая, как у северного сорокопута Но я не настаиваю Единственный из птиц сорокопут мучает свои жертвы Червей, жаб, птенцов, воробья Он накалывает их живыми на шипы, острые ветки, колючую проволоку Ну, если она подвернется Сорокопут Сорокопут Восхитительная птица Жертва рвет себя в клочья, пытаясь оторваться от шипа Или от проболоки Или от ветки И солнце высушивает Точнее, обезвоживает Если хотите Солнце обезвоживает труп И готовит его для сорокопута В этом есть урок Я размышлял о нашей жизни, мистер Каньер Например, я подумал А, бастинадо Бастинадо, мистер Мерфи? Да, уникальная испанская выгулка Жертву держат головой вниз Босыми ступнями кверху И бьют по подошве Но главное Бьют очень легко, без размаха Час за часом Пока что Пока не помешает смерть Агония такова, что наступает шок А обычный срок от одного до трех дней Изобретательно Но не вижу, как это связано с нами В нашей жизни это отсутствует Мы чистильщики, мистер Каньер Мы очищаем мир От зла Мы хорошо делаем свое дело Две в голову, одна в живот В кислоту и разбросать пепел Но где творчество? Где искусство? Где наше? Бастинадо Искусство это прекрасно, мистер Мерфи Но нам нужно есть Когда мы были молоды Смерть была особенной Ее стоило создавать А теперь Не знаю Она так однообразна Знаете, вы меня пугаете Никогда не видела вас вне работы Директор Прогуливайтесь после обеда Бережете стройную фигуру Мне нужна информация Вам, хозяйке информации Нужно что-то от нас, простых убийц Назовем это оценкой Эндрю Гатри В вашем деле сказано, что вы с ним охотитесь Вы тоже Только раз И старалась с ним не разговаривать А вы постоянно Расскажите мне о нем Полон нарциссизма Любит рисоваться Да Я помню случай с яичками лося Он способен на мошенничество? Насилие? Возможно Против своих предприятий? Трудно сказать Нарциссы не склонны вредить себе Но? Но он по меньшей мере мошенник И возможно вор Да У меня такое же впечатление Что ж Вор и мошенник Кажется я знаю Кого послать к нему Кажется я знаю Зачем тратить последние силы в такой критический момент? Успокойтесь. Вдохните, как в апрельское утро на прогулке по пышному лугу, которые питают ручьи с ледников. Боже, мне на секунду показалось, что я почувствовал эмоцию по поводу предстоящей нам вехи. Я не уверен. Надеюсь, не сожаление или раскаяние. Боже, сохрани чувство заслуженной победы. Понимаю, ведь Объект 999 провалил трех наших агентов и уничтожил их. Око за око и... Неважно. Отличная работа, джентльмены. Ваши ликвидации... Блестящи. Рад, что вам понравилось. Кажется, вам не нравится мое присутствие. Убийство – очень интимный момент. Созерцание доставляет ненаслаждение. Но так и положено директору агентства. Вы, директора, весьма высокомерны. Мы такие, как требует необходимость. Мне пришлось обратиться к вам, минуя обычные каналы. У нас в агентстве серьезное нарушение безопасности. Нарушитель – ваш новый объект. До завершения задания у вас не должно быть контактов с персоналом агентства. Понятно, мистер Мерфи. Мистер Камьер. Добрый доктор Фрай. Поздравляю, вы тысячная жертва. Вы получите ценные денежные призы. Хорошая новость. Мы приближаемся к доктору Фрайу. А плохая? Наш интерес к Фрайу разделяют другие оперативники агентства. А точнее, Мэнсфилд, Рэмзи, Цей и Джензик. Убейте всех, если понадобится. Это они. Они нашли меня. Мне конец. Нам всем конец. Нас порубят на кусочки и с кормят крысам. Если этого можно избежать, мы предпочли бы не убивать вас четверых. Мерфи. Нам нужен только доктор Фрай. Это же Камьер. Классные парни. Классные. Ну и кто? Приказал его убить? Право же. Простите, вы же знаете меня. Вечно сую свой нос. Не могу удержаться. Да, он от природы любопытен. Некоторым это нравится. А у других вызывает отвращение. Ты так думаешь? Да, думаю. Вы можете замолчать. Извините. Вас ночи не директор прислала? Вик, брось, это слишком. Прости. Простите. Ну? Она? Без комментариев. Видишь, ты их обидел. Молодец. Но вы должны знать, что нам приказано убить вас всех при необходимости. Это на нее похоже. Думаешь? А теперь, пожалуйста, передайте доктора Фрая в нашу сферу влияния. Ничего личного, парни, но... Кто вас послал, Камьер? Вы меня не убьете, Виктор? Не сомневайтесь. Не сомневайтесь. Убью. Да? Это мистер Хэппи. Кто такой мистер Хэппи? Не говори, что это твой маленький Элвис. Я этого не вынесу. Десмонд Хэппи. Другой директор агентства. Что? Разве в агентстве не один директор? Да, мы думаем, что от пяти до десяти. Хэппи поручил мне сделать средство контроля над разумом. Опять? Мы нарушили приказ агентства, чтобы спасти твою шкуру, а ты взялся за старое. Парни, заканчивайте свою работу. Подождите, послушайте. Это была моя лучшая работа. Две части трициклического дебензола дедрина и часть декстрамфетамина, которым лечат нарколепсию. Вводят в капсюль в восходящую радикулярную систему. Стоп. Мы не нейрохирурги, док. Понял. Когда они соединяются, то вводят объект в транс. И его можно заставить выполнить любой приказ. Транс вызывается словом или фразой. И что прекрасно, через два дня капсула растворяется, не оставляя никаких следов. Высокие технологии для кандидатов в Дурдон. Где ее испытывали? Здесь, в зоне 52. Я думал, вы знаете. Это средство вам заказал мистер Хэппи? Да. Поэтому он и хочет меня убить. А нам он сказал, что вы нарушили секретность. Это вызывает у меня раздражение. Разберемся. Директор поручает нам задержать Фрая, так? Хэппи приказал Мерфи и Камьеру убить его. И мы все оказываемся в зоне 52. А по словам Нейтана, директор как-то связан с этим местом. Объясните, что происходит? Позвольте, мы не узнаем этого, стоя здесь. Я присмотрю за ним. Передайте наш привет мистеру Хэппи. Надо же. Мистер Хэппи? Мистер Хэппи. Полагаю, наше дело сделано без осложнений. Ответ краткий. Нет. Вы были весьма вероломны с нами. Конечно, я вам солгал. Я же директор. Директора лгут своим агентам, но не убийцам. Не ответите нам на несколько вопросов. У меня нет на это времени. Я принимаю дела. Через 15 минут глава агентства будет убит. Его убийцей будет наследница трона. Ваша директор. Ее тоже убьют. А я следующий в очереди на этот пост. Директор убьет главного? Бред. Нет, если в мозг ввели капсулу Фрая. В восходящую ретикулярную систему. Убьем его. Попробуйте. Когда готовишь переворот, полезно иметь друзей. Кевлар! О, боже. Разберитесь с ними. Есть идеи, как помешать наш и убить главного? Неплохо было бы знать, кто главный и где он. Никто не знает, кто главный? Нет, только директора. Один выстрел. Почти в упор. 44-й, если не ошибаюсь. Вы же не думаете, что директор... Убила ее? Будет похоже на то, если мы срочно не найдем ее. Я вижу только улыбающуюся рожицу. Вряд ли в компьютере директора указаны личности местонахождения главного. Виктор, я... Простите. Да. Виктор? Это Нейтан. Нейтан, сейчас неподходящее время. Но это насчет директора. У меня нет... Что? Что ты сказал? Где она? Ничего сделать нельзя. Всегда что-то можно сделать. Горькая иллюзия. Пистолет неисправен. Возьми другой. Это все равно, что потребует другую душу. Я иногда подумываю об этом. Ой. Что мы здесь делаем? Ждем. Кого? Буро. Буро. Наемный убийца агентства? Он самый. Ирония судьбы. Мы, профессиональные убийцы, должны убить своего коллегу. Ну, и не просто коллегу, легенду, бога, ойца-основателя. Возможно, когда-нибудь и нас вызовут на такую же встречу. Где нас будут ждать другие, как мы ждем Буро. Ты так думаешь? Нет. Чего они хотят добиться в войске этого ирландского террориста? Не стоит ломать голову. Может, им нужен еще один убийца? Они повсюду. Течение истории непреодолима. Человек в розыске, авантюристы. Милый Ильян, который не знает, что делать. Я не уверен, что Буро придет. Мы должны верить в это, мистер Мерфи. Верить. Верить. Я бы рассмеялся, если бы мог. Слушай, что? Это ветер. Я ни при чем. Здесь надежные двери. Ночной ветер. Ветер, который дует отовсюду и ниоткуда. Который говорит с нами загадками. Мы в помещении. Ты уверен? Да. Я не помню, чтобы мы входили внутрь. Если мы на улице, то где же звезды? Может быть, за облаками? Погода – это последняя негодяйка. Я думаю, Буро не придет. Он что-то почуял на ветру. Неужели ты веришь, что дует ветер? Ну и как нам убить время? Сплетничать о других? А Ли Энн, например? Загадочная женщина. Предмет разговоров в агентстве. Какая романтичная. И она выбрала Ена Лесли. И не кого-нибудь, а нашего коллегу, наемного убийцу. Это дает и нам надежду. В будущем – надежду. Надежду на роман с Ли Энн? Я не хочу это обсуждать. Мистер Камьер, вы хотите сказать, что ваше сердце волнуется при виде Ли Энн? Разве человек не может помечтать? Вы прятали меня, мистер Камьер. Человек должен мечтать. Рано или поздно мечты предают нас. И вот чем они завершились. Мы ждем Буро. Как мы убьем его, когда он придет? Я еще не думал. А почему не сделать это, как обычно? Мой пистолет неисправен. Я забыл. Тогда укол. Или падение с большой высоты. Откуда? Мы же в помещении. Это ты так думаешь? Только для того, чтобы поддержать дискуссию. Я продолжаю думать, что мы вне помещения. Мы можем повесить его. Если дерево выдержит его вес. Эксперимент поможет выяснить это. Помоги мне. Падение не подходит. Мы можем поднять его. А мистер Буро крупный мужчина? Я не помню. Я тоже. Он носит бороду? Не знаю. Я даже не могу припомнить, видел ли я его когда-нибудь. Я тоже не уверен. А может, его вовсе не существует? Может, он и не придет? Может, он это мы? Что нам делать? Полагаю, мы должны ждать. Напиток оранжевый, апельсином не пахнет. Мой тоже не пахнет голубым. Дай попробовать твой. То же самое. Везунчики. Какие галстуки. Забавные ребята. Начнут говорить, не остановишь. Два стакана воды, три кубика льда. И дольку лимона. У вас в портфеле отрубленные головы, ребята. Это еще не вечер. Отличная кожа. Эмиль из Амстердама. В 1871 году Эмиль из Амстердама начал свою карьеру не как изготовитель сумок, а как разбойник. Перед похоронами он снимал кожу со своих клиентов и шил из нее отличные сумки. Это было началом основания империи сумок Эмиля из Амстердама. Удивительно. Я бы никогда не узнал об этом, если бы вы не поделились. Спасибо. А что в сумке? Выбранный нами яд. Кардосин. Настоящий триумф генетики. Попав в напиток жертв, он образует смертельную смесь. Мгновенно разъедает внутренности. Почему вы не используете яд для крыс? У нас есть своя гордость. Будь осторожен, мой мальчик. Я знаю, спасибо. Пахнет клубникой. Я люблю клубнику. Я сказал, что его пары токсичны. Нет. Левый желудочек один дюйм. Я вызову скорую. Дорогой мистер Камьер. Безудержное веселье охватывает мою душу, когда мои очи видят, что вы почтили меня своим присутствием. Такой мрачный вид и сарказм в день рождения? Ты же знаешь, я не выношу напоминание о том, что я смертен. А я не выношу твои грусти, друг мой. Направь свои очи вот сюда. Шестизарядный многоствольный револьвер 36-го калибра. Шесть стволов, шесть зарядов. Изготовлен для его величества принца Альберта в 1843-м. Если я не ошибаюсь, с днем рождения, мой дорогой сеньор Мерф. Я едва не прослезился. Эй, отличная пукалка. Ребята, вы знаете, что Джеральд Пуччи в городе? Конечно, мы знаем. А знаете почему? Виктор, то, что мы с мистером Камьером являемся наемными убийцами, не значит, что мы в курсе дел всех наемных убийц. Мне кажется, директор как-то связан с этим Пуччи. Возможно, что-то личное. Мы слышали всякие намеки и сплетни о том, что такое возможно. То есть, возможно, какая-то связь существует, но с ее замашками невозможно предугадать, на чем держится эта связь.